В сегодняшний момент, с точки зрения экономики, у нас созданы с вами в регионе все предпосылки для того, чтобы регион развивался. Это и тот уровень заработных плат, которых мы с вами сумели добиться даже по итогам первого полугодия 2021 года в размере более 37 тысяч. Это место, которое мы занимаем в ПФО, оно на сегодняшний момент с учетом роста заработных плат у наших указников четвертое в Приволженном федеральном округе. Вторая тематика, мы тоже на этом остановились, это количество вакансий и количество людей, стоящих как безработные. У нас количество вакансий уже больше, чем в два раза превышает. Регион уже начал сталкиваться с тем, что ему не хватает рабочих рук. Грубо говоря, экономика развивается, но уже встает проблема о нехватке рабочих рук на территории региона. Еще раз подчеркну, по итогам первого полугодия мы с вами проиграем, к сожалению, работу, связанную с демографической ситуацией. Практически упущена тема, связанная с рождением первого и второго ребенка. У нас количество вакансий с вами больше в два раза, чем количество рожденных детей первых семей. У меня просьба какая, мы с вами об этом говорили, все-таки, несмотря на то, что программу в рамках демографии мы с вами составили, утвердили, провели несколько совещаний. Все-таки представить меры поддержки, которые, на ваш взгляд, можно предложить. И есть практика такая по другим субъектам, может быть, какая-то зарубежная практика, которая кардинально уже что-то изменила, и в которой есть какие-то наработки. Здесь отдельно хочу вас попросить, это село, потому что мы имеем там проблему с оттоком, проблему улучшения сельских территорий. Может быть, это отдельные какие-то меры поддержки, при том, еще раз подчеркиваю, это первый и второй ребенок. Вот на это нужно обратить внимание совершенно с другой стороны. Потому что мы привыкли, потому что, да, понятно, многодерие это отдельная категория, а что касается первого и второго ребенка, ну, вроде бы, оно идет, идет люди. Женятся, дети появляются в семье, и слава Богу, но здесь тоже нужно поддержку отказывать.